Бравурная музыка из репродукторов, пирожки в школьном буфете. Эти непременные атрибуты выборов советских лет памятны многим ярославцам, хотя само голосование никакого выбора им не оставляло. Менялись времена, а с ними менялась атмосфера избирательных кампаний. Память о них сохранили газеты, плакаты, документы тех лет. Чтобы совершить экскурс в историю, наш корреспондент Татьяна Волкова побывала в Некрасовской библиотеке и филиале областного архива. Подшивка старых газет. Среди них «Правда» за 18 марта 1962 года. День выборов депутатов Верховный Совет Советского Союза. На первой полосе сообщение о том, что в 6 утра гостеприимно распахнули свои двери избирательные участки. На второй немного творчества. Стихотворение грузинского поэта Андроти Взадзе «Голосует весна». В нем такие строчки. Нам машут ветки словно знамя, с рассветом встала вся страна, со всем народом вместе с нами голосовать идет весна. А солнце рвет лучами тучи и заливает светом день. За сыновей народа лучших я отпускаю бюллетень. С каким чувством тогда отпускали бюллетень ярославцы – личное дело каждого. Но в газете попытались описать этот процесс. В статье «Голос сердца» использованы такие строчки. Обычный листок бумаги наполняется теплотой человека, его дыханием. Выборы советского времени всегда связаны со словом «праздник». Вот праздничная демонстрация, вот праздничное настроение. Все это подогревала агитация. Это альбом из отдела искусств Некрасовской библиотеки. В них собрана история страны, рассказанная языком плаката. Говорить на нем в советское время умели. Вот в этом альбоме плакат с предвыборной агитацией 25-го года. Бьет точно в конкретный социальный сегмент. Кухарка должна управлять государством. Посредством голосования, конечно. Плакат заменял дебаты, выступления по телевидению и радио. И главное, был понятен каждому. Депутат здесь слуга народа, а голосовать следует только за процветание. Плакаты России 90-х стали отстаивать саму возможность голосовать. Это больше не обязанность, а право каждого человека. В архиве выборы остались в виде цифр, явок, отчетов о предвыборных кампаниях и результатах голосования. В подшивках документов, обращение простых людей к депутатам. Вот эта просьба о размене двухкомнатной квартиры была удовлетворена. В отчетах информация с бюллетеней. Люди не просто ставили галочки, описали свои пожелания или несогласия. Вот уж действительно глаз народа. Им была предоставлена возможность высказаться. Вот. Это, ну, во-первых, высказался легче, да? А во-вторых, это все как бы суммировалось, анализировалось и прочее, прочее. Одно из хранилищ архива новейшей истории. Здесь собрана документация, в том числе и по выборам. Материалы хранятся вот на таких стеллажах. В коробках собраны папки с подшитыми документами. Многие из этих документов только сейчас стали рассекречиваться, в том числе и по выборам 1962 года. Документы с выборов 1991, к примеру, практически все еще засекречены. Но что-то посмотреть можно. А в этом журнале собраны агитационные материалы 1991 года. Не только профессионально сделанные плакаты, но и самодельные агитки, написанные фломастерами от руки от неравнодушных жителей Ярославской области. Неравнодушные вообще основы электората. Это они наполняют бюллетень человеческим теплом, как писала газета «Правда», или портят его. Оценку их выборам будут давать уже следующие поколения. И выборы 2011 года тоже когда-нибудь станут историей. И попадут в это здание архива в виде документов, агитационных плакатов, записок от населения. И долгое время на них будет стоять штамп «Секретно». Татьяна Волкова, Сергей Чекмарев, городской телеканал.